Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Журналисты одной местной газеты рассказали о тяжелом детстве и юности Юлии Ефременковой. Она рано осталась без родителей, воспитала и вырастила Юлю родная бабушка. Ей приходилось очень трудно. Опеку над девочкой в разное время брали местные предприниматели и даже обычные читатели газет, в которых они писали. Например, для Юлии собирали деньги на фрукты и даже на сценические костюмы для выступления в ансамбле «Туапсинский казачок». Земляки, которые помогали Юле в свое время, конечно же, разочарованы тем, какой путь она выбрала. Пару Стаса Дегтяренко и Влада Ковалевской многие ребята на проекте считают фиктивной. Они холодно относятся друг к другу и думают только лишь о том, чтобы не уйти на голосование. Алексей Купин нашел общий язык с Ириной Михайловной Донцовой. Он считает, что у Майи просто замечательная мама. Ведущие пригласили в помощь Саше Черно диетолога. Маша Кахно считает, что Саша не хочет худеть. «У нас был Дэц Бузова», пишет Кахно, «на котором я попросила дать мне возможность худеть с диетологом вместо Саши». Черно же считает, что даже похудевшая Мария никому не нужна, потому что она очень алчный и лживый человек. В интернете ходит слух, что у Кати Жужи появится соведущий на Сейшелах. Называют имена Андрея Черкасова и Рустама Солнцева. Жужа смеется и говорит, что эти слухи распускает сам Рустам. Он, вероятно, не прочь занять ее место и отдохнуть на райском острове. Вера Курочка похвалила Катю как ведущую. Сначала она была скептически настроена по отношению к Жуже, но иногда так приятно ошибаться, пишет она. У Жужи характер и юмор в одном флаконе. Юлия и Тигран Салибековы жестко прошлись по Диме Дмитренко. «Дима хороший человек», сказали они в интервью. «Но он лох. Мы не верим Оле. Не верим, что она может любить такого ложка. Она любит себя. И, конечно же, понимает, что в 30 лет найти более достойный вариант – не вариант». Также Салибековы высказали свое мнение о семье влюминкранцев. Пусть Валера не обижается, но мы скажем правду – он приспособленец. Он всегда выбирал девушку, у которой есть квартира и которая его содержит. И если вдруг закончится век Инстаграма, где человек с подписчиками имеет стабильный доход, каким является Тата, то Валера соскочит. Нам жалко ребенка, который родится в их семье, нам жалко Тату. Кстати, Валера так и не помирился с Мариной Тристановной. Она общается только с дочерью. В последний ее визит к молодым супругам Валера даже не вышел из комнаты поздороваться. Антон Гусев сказал, что на его свадьбе с Викой Романец будет присутствовать и его четырехлетний сын Даниэль. «Даня сказал, что сделает нам подарок», – рассказывает Антон журналистам. «Он любит, когда много людей, малышу сразу весело, так что он еще и томадой может быть». Женя Филактова прокомментировала интервью бывшего мужа. «Ни на какой свадьбе моего сына не будет, что за бред?» – Даниэль не шут. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.